Смотрите, Женька видно сквозь шторку. Вот я иду, одела Женькину рубашку, Женькины шорты, потому что я приняла душ и у меня все, короче, мокро. Жень, как я тебе? На тебя похоже, я лучше сейчас скажу шею, а ты что одела? Смотри, как мне, они мне как раз твои шорты прям, да, тепло так в них, я поеду в них это, домой, ходить буду в них. Повисну на секундочку. Куда? Мне на спину. А, спускаться? Не надо, наступлю. Наступлю на тебя, а у тебя там что, руки что-ли? Мне надо потягивать спину. Что, еще что-ли? Все. Одна секунда? Я думаю, ты будешь висю. А ты что, не висю? Не висю. Не висю разве? Все, тучка ушла, смотрите, вон она. Там вон закат. Тут вот тоже чуть-чуть. Сейчас я, короче, пойду петунья полью и вернешь. А, посмотрим с вами это, что там Женька делает. Мухи тут уже на шашлык совятся. Желтый какой-то, с чем-то он со специей какой-то. Там Женька делает. Короче, сейчас я буду поливать петунью. Вот тут вот. Мы с вами поливали, кстати, вчера. Тут, 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 да, тут и одна, короче, вон там он. Где-то там вот одна стоит. По-моему, даже около желтого цветочка вон там. Полью и потом пойдем посмотреть. А тут мухи, прям им, прям надо. Короче, представляете, пока я тут петуньи поливала, Женьку уже шашлык поставила. Еще вон там петунья. Вот она. Домик, видите, как классно. Лилии там. Огонь уже все. А ты картошку положил туда? Да? Значит у нас картошечка будет. Вот. Здрасте! Там не было боя. Ну и все, видите? Все, не было боя везде. Хватит мне на камеру все это делать. Свои проделки. Вот. Яблоки, яблоня, это кстати старая яблоня, там на ней мелкие яблоки, там домик детский, картошку там дольше надо держать, а вон там медведь сидит, а вон у вас кстати шишки как и у нас, вот молоденькие шишки срываются, их там засыпаются сахаром, режутся на половинке и потом что-то делается с ними и все, ну короче там варенье потом получается, знал бы я в начале лета и заделал бы по варенье, то ща ща тут и не осталось почти, видать он померз, морковка как у нас когда-то кстати была такая же, когда бабуль и дедуля помоложе были, у нас прям были огромные такие грядки с морковкой, прям такие были пушистые большие такие я помню, свеколка, интересно со свеколкой в мангале запечь, вкусно будет, хотя нет она как вареная будет, грядки с этой стороны, видите как кирпичиком выложено, там вот лилии, ёжик вчера видели, чуть засняла, не знаю там получится у меня, вот здесь он был, было тут такое дерево за сих пор маленькая, плохо растет, золо маленькая, игрушка, а тут лилии офигеть, как это, как искусственные прям, капли на них, чуть-чуть пахнут. Остались одни пистики, да тычинки, пистики и тычинки, а тут рябина, наверху она померзла, а тут крыжовник, посох что ли он, вроде рано, еще крыжовник-то, а? ты что, потерял меня? Кого я поймал? где? Федя, дорогой ты наш, съел медведя. А где ты его взял-то? Он пытался к нам в дом залезть, представляешь? А как ты пошел, ты услышал его что ли? Держи, пойду. Не надо мне. Ну как его держи? Дожди, а кто-то шипит по-моему. Он шипит, а кто шипит. Вот он, Федор-то. Дожди, держи его вот так. Разбойник, ты зачем к нам в дом пытался проникнуть? А? Ладно, давай отпущу. А что ты мне его даешь? Нет, у меня дела. А тут вообще лягушки маленькие живут, он сейчас как понесется. Мне сейчас не до него. Я поняла. Вот так домой зайдешь, а там змея. И не заметишь еще. Как цепанет. Куда он делся-то? Ушел что ли? Это вот у них такой уж живет. Назвали Федор Федорович. Куда он подевался-то? А что вот он, кстати, мышку бы не поймал? Здесь мышка живет. Съел медведя. Теперь я бояться буду ходить. Тут. Змеи всякой. Еще, главное, шипит. А, ну я там поливал около статуи, ты говоришь, он живет, да? Какой он делся-то? Ну он все, короче, уже ушел. Уполз. Федя. Как у него отчество-то, Жень, я забыла. Федор Петрович, что ли? Федор Иванович? Или Федор Федорович? Куда он делся-то? А, там баклажан, кстати, лежит. Поэтому я тебе говорила, надо маленькую. И где ты его там нашел, где он лежал? К нам проникнуть. Он, наверное, думает, что я в футбол. Что он в футбол думал шел? Да, я в дом его здесь. А ты зашел, он где лежал? Где именно? На пороге. А? На пороге. Да. Офигеть. Хорошо, что я не шла там как раз. Да что ты! Федор Федорович ушел. Уполз. Федор Федорович. Они, кстати, не кусаются. Женька говорит. Вот было бы веселье. Заходишь в дом. А там Федор Федорович сидит. Его надо было вот в эти кусты здесь мышь живет. Он меня пугает. Да, я же поливала. А здесь вот у него как раз домик. Вот здесь вот под этой статуей. говорит. Там дырка где-то есть. И он там поселился. Живёт там. Жень говорит. Смотрел он там даже. А, да-да. Он смотрел вот и он там вот так сворачивается змейкой. И спать ложится. По-моему. Ну ладно. Я покажу потом, когда мы будем кушать уже. Сейчас я ещё одну петуню полью и отдохну пока. Так. Он сегодня даже по тарелочке дал. Картошечки и шашлычки. Какой же мне шашлык выбрать, а? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да я шашлыком болтаю. Вот тут, кстати, покрупней шашлык и по поджаристее. А вот тут поменьше. Вроде бы. А крупный он может быть жёстким. Там музыка у кого-то орёт. Тут прям поджаристый. Наверное, вот этот возьму. Это Женьки. У кого-то прям дискотека восьмидесятых там. Картошечки. Ай, горячая. Лучше всего брать, короче, маленькие картошечки. И будем кушать, кушать, кушать. И видите, в каком наряде. В шортах. У меня прям футбол. Можно идти играть. Да, Фёдор Петрович куда-то ушёл уже. Обхохочешься. Муж заходит в дом, а там лежит... Представляете, а на пороге вот тут лежит Фёдор Петрович. И опять оттуда войдёт туча. Так сидели. Было так спокойненько. Хорошо. Тишина. Тепло. Появился опять ветер. Зверкает там. Периодически. Там, кстати, лазмак мой лежит. Фёдор Петрович. Ушёл. Куда там. О! Молния была. Теперь с камерой видно, кстати, прям. Пустики. Ветерок опять. Ну ветер, кстати, такой тёплый. Ушёл. 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 Продолжение следует...